День добрый, с вами Смирнова Ирина. Задача нашего сегодняшнего видео подключить домен своего сайта к такому почтовому клиенту, как Яндекс. Почему, собственно говоря, собираемся работать именно в данном направлении? Первое. Сейчас осуществляется переход вашего сайта с открытого протокола HTTP на закрытый протокол HTTPS. Вот для того, чтобы получить сертификат и подтвердить владение собственного сайта на ресурсах, которые предлагают вам сертификаты, вам необходимо иметь почту на собственном домене. Работать мы сегодня будем с вами с таким хостингом, как хостинг GIN. Итак, мы подключаем с вами на хостинге GIN домен к почтовому клиенту Яндекс. Мы, в принципе, можем это сделать внутри, собственно, хостинга. Хостинг предоставляет такие услуги. Вот если вы зайдете сюда, то вы увидите вот такую строчку, которая называется почта. Если вы сюда зайдете, то вы просто-напросто сможете создать такой почтовый ящик. Делается это очень просто, но беда заключается вся в том, что эти ящики не совсем корректно работают. Для того, чтобы действительно у вас, ну будем говорить, не болела голова, необходимо заключить собственный домен к серьезному игроку. Поэтому мы и сегодня будем работать не с созданием почтового ящика внутри хостинга, а будем создавать его и подключать именно к такому большому игроку как Яндексу. Итак, приступим. Для того, чтобы подключить домен к Яндексу, вам необходимо иметь на этом ресурсе почтовый ящик Яндекс.Ром. Если у вас такового еще нет, то просто зарегистрируйте его на этом ресурсе. Делается это очень просто и весь процесс, естественно, бесплатный. А вот для того, чтобы подключить домен, нам необходимо с вами зайти не на сам ресурс Яндекс.Ром, а зайти на его поддомен. Перед словом Яндекс.Ром мы установим с вами вот такие три буквы – BDD. У нас получится вот такой адрес HTTPS BDD Яндекс.Ром. Именно на этом ресурсе мы будем с вами работать. Перехожу на него. И вижу, что здесь у нас есть возможность подключения домена. Когда мы создадим свой почтовый ящик, именно здесь вы будете его и находить. Итак, для того, чтобы подключить домен, вы должны перейти вот по этой ссылке. Подключить домен. Вот в это окно необходимо ввести собственный домен, причем без всяких протоколов, а чисто именно сам домен. И кликнуть вот на эту клавишу «Добавить домен». Как видите, процесс идет очень быстро. Нам сразу подтверждают, что Яндекс готов делегировать ваш домен. Но, посмотрите, вот здесь есть такие вот две полосочки, которые принято считать как паузу. Здесь показано, что домен в данном случае у нас не подтверден. Вот для того, чтобы его подтвердить, мы должны сделать некоторые шаги. Первый шаг – это подтвердить владение доменом. И второй шаг – это настройка MX записи. Подтвердить владение доменом мы можем тремя способами. Или загрузить в корневой каталог определенный файл. Или работать в зоне вашего домена с настройкой CNM записи. Или еще более серьезная работа – это указать адрес, дополнительный адрес в качестве контактного почтового адреса на сайте регистратора, где вы, собственно говоря, покупали домен. Самый простой способ – это первый – загрузить в корневой каталог вашего сайта файл вот с таким вот именем. Чтобы это сделать, необходимо сначала этот файл создать. Для этого мы берем обычный текстовый документ. Давайте я еще раз зайду сюда. И скопирую тот текст, который должен быть внутри документа. Аккуратненько его выделяю. Захожу в текстовый документ и вставляю в текст, который мне предложил Яндекс. Теперь мне надо сохранить данный документ вот под этим именем. Посмотрите, расширение этого документа не текст, а HTML. Поэтому будьте очень внимательны при создании и сохранении этого документа. То есть мы с вами даем название этому документу, выбираем, где мы будем хранить этот документ. Я выбираю рабочий стол и проверяю наличие этого документа на столе. Обратите внимание на то, что значок у этого документа должен быть вот такой вот, в виде значка Google, если вы работаете в браузере Google Chrome. Итак, что мы делаем дальше? Дальше наша задача заключается в том, чтобы мы загрузили в корневой каталог сайта этот документ. Заходим на хостинг, выбираем файловый менеджер, выбираем домен и закачиваем сюда тот документ, который мы создали. Находится он очень быстро и легко. По значку вот он. Все, документ загружен. Давайте проверим, где он у нас. Вот он, наш документ. И возвращаемся обратно на Яндекс и просим проверить владение нашим доменом. Нажимаем вот эту кнопку и нам сообщают, что первый шаг пройден. Обратите внимание на то, что после второго шага у нас есть такая возможность делегирования домена на Яндекс. Вы можете просто нажать вот на эту ссылку и в этом случае у вас пройдет настройка МЭКС-записи автоматически. Я не буду это сейчас делать, мы с вами сделаем все как положено для того, чтобы вы поняли весь процесс создания привязки своего домена к этой почте. Наша задача сейчас завести новую МЭКС-запись со следующими параметрами. Мы заходим опять в файловый менеджер, в домены, в управление доменами. Выбираем тот домен, который нам, с которым мы работаем, тот, который мы привязываем. Я его открываю. И вот здесь я вижу вот такие настройки DNS. Нас интересует настройка вот эта. MX. Мы заходим сюда в редактирование и заполняем этот тип записи. Проверяем домен у нас тот, которым мы используем, тот, который мы привязываем. Возвращаемся сюда, смотрим, что имя под домен. Это должен быть значок e-mail почты. Вы можете просто его вот так вот, собачку эту, скопировать, занести сюда и установить здесь. Приоритет мы здесь прочитали, что он у нас 10. Копируем вот эти данные. Пишем здесь приоритет 10. А вот здесь вот устанавливаем наши данные. И пишем сохранить. Как видите, у нас сохраняется запись. Вот она, эта запись наша. И она у нас здесь меняется. Возвращаемся обратно на Яндекс. И проводим проверку MX записи. MX запись не найдена, потому что здесь необходимо некоторое время. И пока идет проверка, а проверка у нас пройдет вот сейчас 44 минуты, проверка пройдет 51 минуту. То есть необходимо время для данной проверки. Поэтому мы должны подождать до вот этого времени. Но пока мы ждем до этого времени, мы с вами, давайте заполняем, пусть он будет повторяться. Само доменное имя. Пароль. Повторяю его еще раз. И кликаю добавить. Ящик успешно добавлен. Теперь нам нужно только проверить MX запись. Для этого я сейчас, чтобы дождаться 51 минуты, я отключаю, ставлю запись на паузу. И через некоторое время мы с вами встретимся снова. Продолжим нашу работу. Как видите, домен подключен, почтовый ящик создан. На этом домене вы теперь можете создавать несколько почтовых ящиков. Просто добавляя сюда, например, добавить почтовый ящик новый именно на этом домене. Вы можете посмотреть настройки домена, отредактировать DNS сервера, здесь поменять, например, свой пароль. А для того, чтобы войти в почту, вам необходимо делать следующее. Вы сейчас находитесь в Яндекс.Почте. Это значит, что вам необходимо просто для своего удобства добавить пользователя. Выводите его и входите в свой почтовый ящик. Вам необходимо будет здесь заполнить дополнительные данные, то есть завершить регистрацию. И после этого вы сможете свободно пользоваться своим ящиком. Он будет у вас привязан к вашему ящику на Яндексе. Итак, мы с вами создали почтовый ящик. Привязали домен собственного сайта к большому почтовому клиенту Яндекса. И теперь мы можем свободно получить SSL сертификат для перехода вашего сайта с открытого протокола на закрытый протокол. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. Продолжение следует...